Приехал Битрий Лапшинов. Битрий Лапшинов. Битрий Лапшинов. Битрий Лапшинов. Битрий Лапшина. Либо один сутки на сухом. Отлично, все времена практически. Ну, замечательно. А кто занимался системой Суарга? А кто вообще проходил мимо и не понимает, что из-за этого происходит? Замечательно. Отлично. Итак, немножечко о гармонии взаимосвязи и развитии человека. Самосовершенствование человека покоится на фундаменте четырёхгранной пирамиды. Мы её так называем. Если представим себе пирамиду в основании четырёхгранных, и вот четыре грани, отвечающие за развитие человека. Если человек учитывает все четыре грани, то неважно, к какой цели он стремится, он её максимально быстро достигает. Неважно, это в здоровье, в спорте, способности, энергетика, духовность, душевность. Если учитывается все четыре грани, то он быстро максимально достигает своего потенциала, своего плода. Итак, первая грань этой пирамиды – это качество воды. Если человек учитывает в своей жизни второе – питание, вторая грань пирамиды, третья грань пирамиды – дыхание. Если человек занимается культивирой, развивается дыханием, и четвёртая грань пирамиды – это сознание. Вот четыре грани пирамиды – вода, питание, дыхание, сознание. Первый фактор в воде, который мы должны учитывать, либо знать, это кристаллическая решётка. Допустим, воду заморозили, разморозили, напоминаю свою кристаллическую решётку, талая вода самая максимально активная будет усваиваться нашей клеткой. То есть, есть такое понятие, как поверхностное натяжение жидкости. Мы пьём воду, в утилированную, в магазинах покупаем. Поверхностное натяжение жидкости воды – 5, либо 6 микромольд. Я вот боюсь ошибиться, микро-микромольд, там, каких-то вот соотношений. Пятёрка, либо шестёрка. Поверхностное натяжение клетки, нашей клетки, около 4. И всё, что выше 5, либо 6 микромоля, уже наша клетка не будет усваиваться. Сколько бы мы воды не пили. Человека питает не то, что мы едим, либо пьём, а то, что мы усваиваем. Вот если поверхностное натяжение жидкости превышает 4 микромоля, либо 0,4, вот боюсь ошибиться, 4-0,4 микромоля, значит, в клетке уже такая вода не будет усваиваться. И вот, когда мы делаем воду заморозили, разморозили, с кристаллической решёткой восстановилась, она в ходе коррезонанса нашей клетки, её мы быстро усваиваем. Итак, первое по структуре воды – это кристаллическая решётка, это физика. Второе – химия. Это элементы, содержащие воду. Почистили, профильтовали. Это вот второй показатель воды – физика, второй – химия. И третий показатель воды – это энергетический заряд ОВП, то, что мы сегодня называем. Чем ниже заряд, тем больше он даёт энергетики. Чем выше заряд, тем меньше он даёт энергетики. Если у воды заряд плюс, плюс 100, плюс 200, плюс 300, ну, я такую воду называю мёртвая вода. Если у воды заряд минус, минус 50, минус 100, такую воду мы называем живая. Мёртвая вода полезна, когда у нас идёт детокс. Это лунный принцип очищения для того, чтобы вывезть слизи из организма. Когда человек употребляет пищу, после процесса пищеварения вырабатываются три яда. Слизь, кислоты и газы. И вот здоровье человека определяется. Если мы накапливаем в себе трёх яд, слизь, кислоты, газы, тело закисляется, падает здоровье. Либо, наоборот, мы избавляемся от трёх этих ядов, слизь, кислоты, газы. Мы ощелачиваемся, идёт процесс выздоровления. И вот мёртвая вода, она хороша тем, что она выводит трёх ядов. То есть, её благоприятно пить, пока человек находится в кислотной среде. Если же человек находится в щелочной среде и продолжает пить мёртвую воду, то после того, как она выморит слизь кислоты, газы, она начнёт вымывать микро-макроэлементы, то есть, уже положительные. Итак, три составляющие воды, которые мы должны учитывать. Физика, кристаллическая решётка, химия по числению от фильтровали и ОВП, заряд. Это первая грань – вода. Вторая грань – питание, которое человек обычно должен учитывать. Добрый сосед. Питание – два раздела. Первый раздел мы обычно все с вами знаем и учитываем – это уровни питания. Сегодня очень много разделов касаемо веганства, вегетарианства, сыроедения, фруктоедения, питания отцы, питания изначально отцы. Все мы про это слышали, все стараемся где-то в чём-то переходить. Но основная проблема тех, кто торопится с переходами – это то, что человек от ума переходит, а обмен веществ ещё не поменяли. Мы перешли, допустим, скажем, на сыроедение, а обмен веществ ещё в середине, либо термально обработанную пищу вегетарианство. А человек питает не то, что мы едим, а то, что мы усваиваем. И клетки стремятся питаться одного, от ума закидываем себе второе. Идеально поменять обмен веществ, либо делать это всё параллельно. Запуская процесс алхимии. Алхимия – это соединение двух показателей. Первый – СО2. Мы занимаемся дыхательными практиками. Растёт наш кураж, переводим его из кислоты в щелочную среду. И второе – масла, замаскивание. СО2 плюс масла возникает алхимия, метаболизм ускоряется. И уже это будет выражаться как малоедение на нашем уровне питания. И вот это идеальный фундамент для того, чтобы поменять своё питание, допустим, на порядок высшатого строительства. Если человек не достиг малоедения на своём обычном питании, а если будет переходить на новый вектор питания, тогда этот переход будет через стресс. Отсюда у большинства людей откаты. Откаты назад, срывы и так далее. То есть мы должны не просто от ума перейти, а ещё и менять обмен веществ. То есть заниматься как минимум дыхательными практиками и так далее. Итак, четыре грани нашего совершенства. Вода, еда, дыхание, сознание. Вода, три фактора, физика, химия, энергетика. Еда, уровни питания и правила питания. По большому счёту, в разделе питания, в Казачьем Спасе, два раздела, что есть и как есть. И вот как есть, правила питания всегда стояли выше, рассчитывались гораздо важнее. Как есть, то есть правила питания делятся на правила питания жизни и правила питания смерти. Правила питания жизни мы очень часто все обсуждаем, про них рассказываем, говорим, такие как не переедать, вставать из-за стола с третьим веществом голода, переесть, значит, отравиться, разделять белки от углеводов, либо не смешивать единую цельность. К примеру, человек употребляет пшеницу, либо продукты из круп, допустим, пророщенная пшеница. И после процесса пищеварения она переходит в клейковину. А почему это происходит? Потому что пшеница, она шлифованная, нет в этой сумочке. А если сумочка есть, она не шлифованная, то благодаря этой сумочке после процесса пищеварения она переходит в незаменимые аминокислоты. Очень хороший раздел Витасская профессор сделала касаемо цельного питания и раздельного питания. На ее диссертациях сегодня защищают современные профессора свои диссертации. И на ее методике питания сегодня питаются разные олимпийские комитеты, а не только России. Итак, один из правил питания это не переедать вставать из-за стола с третьим веществом голода. А второе, допустим, это у нас раздельное питание и цельное питание. Также рекомендуется пить воду до еды, либо через час-три часа после употребления пищи. И один из таких самых важных здесь наш факторов питания, правил питания жизни, это употреблять пищу только тогда, когда это требуется физическому телу. Есть три симптома голода. Два из них считаются ложным и один из них считается истинным. Первый ложный сигнал голода это у нас синдром незаполненного желудка. Человек обычно чувствует себя щитом, сытым, когда пришел, накидал все в себя. Это стало полым камнем, и нам кажется, что мы сытые. А когда подложечка сосет, нам кажется, что мы голодные. Это первый ложный сигнал голода. Второй ложный сигнал голода это у нас эмоция, психика. То есть телу не надо, а охота испытать какой-то вкус. Это недостаток эмоций. Не хватает жизненного счастья, не хватает жизненного умиротворения, захочется сладкого. Не хватает у человека воли, захочется острого. Накопил алчность, скажем так, захочется соленого и так далее. Шесть вкусовых рецепторов психических, шесть эмоций, шесть вкусовых рецепторов взаимосвязаны между собой. И третий сигнал голода это слабость в физическом теле, когда мы подустали. Устали тело, чувствуете, я устал. Нам легче вариант, скажем, присесть, нежели стоять либо ходить. Это признак того, что тело проголодалось. Это единственный рецептор у тела, что мы голодные. То есть слабость физического тела. Итак, три сигнала голода, синдром несоткопленного желудка, эмоции, вкусы и слабость физического тела. И шестовое правило питания, обычно питание жизни. Говорит о том, что употребляй пищу только тогда, когда это требуется физическому телу. То есть первые два, если игнорировать можно. Второй, не рекомендуется игнорировать, если мы не применяем такие каскады, как голодание на воде, либо на сухом. Но тут нужно учитывать обычно осознанное голодание, когда человек учитывает свой пах, свое декание. И может определить, сколько дней голодать он может без стресса для физического тела. Все это легко определяется. И правила питания смерти. Правила питания нами их называют. Здесь не рекомендуется употреблять пищу. После шести вечера, после восемнадцати, мы работаем меридиан. Вот он, солнце встает, меридианы активируются. Активируются меридианы, органы пробуждаются, просыпаются. И они способны активно перемалывать пищу. Допустим, если человек пьет много воды утром, почки активны, усваивают хорошо. Если человек пьет много воды вечером, почки пассивны. Уже акцент, удар по почкам и так далее. И вот первые половины дня, когда солнце встало до шести вечера, организм способен активно переваривать, усваивать пищу. Все, что после шести вечера и уже ночь до утра не рекомендовалось предками употреблять пищу, так как пища, употребляемая в этот промежуток времени, идет не на насыщение, не на усвоение, а на шлаковку и паразитирование, на размножение паразитов. В два часа у паразитов стадия размножения. Если человека тянет покушать в полночь, или же ближе к двум часам ночи, это явный признак, что у нас есть наши внутренние соседи. Если вы большой альтруист, то можете к ним питать их в это время, а так не рекомендуется. Раньше рекомендовалось, и было даже такое выражение, наверное, начну с него. Больной человек употребляет пищу три раза в день, здоровый употребляет пищу два раза в день, а чистый, совершенный употребляет пищу один раз в день. И у Дауса они обычно идут следующим каскадом. Сначала они учатся, они употребляют пищу после шести, потом после четырех, потом после двух. И идеально состояние Дауса, это когда он употребляет пищу только до 12 часов дня. И такой замкнутый круг у человека в развитии. На ютубе в повторе посмотрим. Вырежем. Три фактора мы прошли, два фактора мы прошли, вода и питание. Питание, уровни питания и правила питания. Есть правила питания жизни, есть правила питания смерти. Первое правило питания смерти. Не рекомендуется употреблять пищу после шести вечера, Так как всё употребляемое позже идёт на ошлаковку и паразитирование. Второе правило питания смерти связано с термальной обработкой пищи. Раньше не рекомендовалось обрабатывать пищу термально больше одного раза. Было даже такое выражение. Если ты термально готовишь, то употребляй ровно столько, приготовь ровно столько, сколько сможешь съесть за раз. Пища никогда не подогревается, термально не обрабатывается дважды. Пища термально обработанная дважды становится слизью. Пища термально обработанная трижды становится токсином. И вот если человек термально обрабатывает пищу, то нужно готовить столько, сколько сможешь ему съесть за раз. А не так, приготовили, съели, не переедаем, стали из-за того, что голода и что-то оставили на вечер разогреть. Всё, что уже разогревается, становится слизью. Вот второе правило питания смерти. И третье правило питания смерти связано с информацией. Здесь раньше место, где готовили пищу и время, когда употребляли пищу, считалось священным алтарем. Не рекомендовалось готовить пищу не просто в плохих эмоциях, а даже были практики в Берегин, когда человек благодаря требам определенным входил сначала в позитивное состояние, а потом входил на кухню и удерживая позитивное состояние, готовил, употреблял пищу. Если человеку, допустим, позвонил, вылил на какой-то твердый разговор, человек должен выйти из кухни, завершить свой разговор, поставить твердую точку, войти в позитив, вернуться на кухню и продолжить свое приготовление пищи. Так как, с одной стороны, с физической, мы, допустим, готовим это уровень физики и химии, микро-макроэлементы, но на тонком плане мы своей энергетикой точно так же влияем. То, что мы думаем, мы начинаем чувствовать, что мы чувствуем, мы начинаем излучать, а что мы излучаем, получаем обратно. Это вот правило тонкого плана. Чтобы стать счастливым, надо сначала почувствовать себя счастливым, чтобы стать успешным, надо сначала почувствовать себя успешным. Чтобы стать совершенным, нужно точно так же себя почувствовать совершенным. И все, что касается питания, человек здесь же должен уметь вкушать, вкушать пищу. Питание – это своего рода медитация. У нас есть четыре действия, в которых человек должен осознаться. Обычно человек под практикой понимает статику. Когда мы сели, позу лотоса, полулотоса, начинаем медитировать. Это первое состояние, в котором человек должен осознаться, пребывать в ясности. Второе – это динамика. Человек должен уметь сохранять свою ясность во время движения. Третье – это питание. Человек должен сохранять ясность во время питания. Когда я ем, я глухо ем. То есть я начинаю медитировать, уметь кушать пищу. Когда мы наслаждаемся от употребления пищи, это своего рода медитация. Настояние – это алтарь, на которое мы кладем пищу. Как чайная церемония. Есть пьялка с чаем, мастер, допустим, разлил. И человек может полчаса кушать чай, глотнул и наблюдает, как вкус падает. Даус звучит, допустим, что разжевал, проглотил, и наблюдает, как вкус падает до донтьяня, вниз живота. И вы начинаете замечать, как каждый сантиметр вкус меняется. Сначала пропадает через 10 сантиметров, потом вкус пропадает через 20 сантиметров. И мастером является тот, кто способен вкус пронаблюдать на место ниже пупка. И на варь, в нижней донтьяне. Как с чайной церемонии вкус. Человек за полчаса выпил одну пиалку чая, но так насытился. То же самое в питании. А мы очень много употребляем пищу, утоляем только физическое тело. А ведь мы должны утолять еще и эмоции. Мы по большому счету на 60% употребляем пищу не по потребности тела, а по потребности эмоций. И если человек все на ходу ест, он эмоцию свою не утоляет. Мы должны ее созерцать, опускать под пупок. Тогда вы начинаете замечать, что вы меньше едите, вы находитесь на уровне малоедения. То есть соединение эмоций и физики. И вот третье правило питания. Либо когда ты готовишь, либо когда тем более ты употребляешь пищу, будь в благости, созерцай вкус. То есть вот в принципе пробежались по питанию. И третий фактор нашей пирамиды это дыхание. Человек точно так же должен учитывать свое дыхание. Со вдохом мы приходим в жизнь, с выдохом мы уходим из жизни. И жизнь это граница между вдохом и выдохом. То есть задержка дыхания позволяет нам увеличить свою живую, жизненную консистенцию. СО2. То есть на задержке дыхания, благодаря дыхательным практикам, мы копим СО2, выдыхаем СО. Обычно путают СО нам не нужно, СО2 нам нужно. Благодаря СО2 мы начинаем запускать свою силу, свое здоровье. Благодаря СО2 идет процесс внутренней алхимии, ощелачивания. Когда человек себя ощелачивает, благодаря внешним препаратам, такие как кремний, сода, пихтовые продукты. Они хороши, они замечательные, они нас хорошо ощелачивают. Но жизнь идет изнутри. Точно так же, как куриное яйцо. Если оно разбивается силой извне, это смерть. А если куриное яйцо разбивается силой изнутри, это жизнь. Точно так же и ощелачивает себя человек должен изнутри. То есть перевестись на дыхательную практику. Дыхание это как раз тот ключик, который дала нам природа самостоятельно себе излечивать и самосовершенствовать. И вот как минимум для здорового тела у человека задержка дыхания на выдохе должна быть минимум 60 секунд, норма 90 секунд. В комфорте. Именно в комфорте. Тогда метаболизм ускоряется, тело щелочное. И в щелочной среде наш организм начинает активно приспосабливаться к изменениям во внешней среде. Будто мы меняем питание, будто нас закинули в горы, будто мы прыгнули в прорубь, будто мы там стоим на гвоздях. Либо какой-то стресс. Наша адаптация напрямую зависит от нашей нервной системы. Нервная система с двух сторон зависит со стороны земли, с физического тела, со стороны неба, с балансировки по ушей мозга. Итак, первая грань – вода. Вторая грань – питание. Третья грань – пирамиды. Дыхание, которое мы должны культирировать, развивать, задержки дыхания как минимум выполнять. Есть дыхание регенерации. Быстрое дыхание волка, когда человек дышит. Быстрое дыхание волка. Таким образом человек запускает регенерацию. На этом принципе основаны всевозможные, допустим, бастриха, огненные дыхания сихов. Чем быстрее дышим, тем активнее запускается процесс регенерации. Как волк. Есть сковорождение «живучий как собака». А на собаке все очень быстро заживает. Она очень быстро дышит. И отсюда в клетке назвали данное дыхание волка. Быстро дышим, быстрая регенерация. Допустим, второй ряд дыхания сокола, когда человек делает медленный вдох, медленный, да, быстрый вдох и медленный-медленный выдох. Вдох, секунда, 7 секунд выдох. Вдох, секунда, 7 секунд выдох. При таком дыхании человек начинает выводить молочную кислоту из организма. Когда женщина рожает, плод проходит 4 стадии, поворачивается. Если женщина до этого не подготовилась, либо гибкость, либо щелочность, возникают болезненные ощущения, и у женщины непроизвольно начинает дышать вдох, выдох, 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 вдох запоем. Вдох, выдох, 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 вдох, выдох, выдох. Ее тело непроизвольно выдает дыхание сокола, дыхание очищения психического и болезненного. Если его сгладить, вдох, плавный выдох, вдох, плавный выдох, тогда при таком дыхании организм сбавляется от боли, от усталости, от раздражений, от слабости в теле. Если поменять дыхание зеркально, наоборот, сделать медленный вдох, резкий выдох, медленный вдох, 7 секунд, секунда выдох, это уже дыхание медведя. Дыхание силы. При таком дыхании мы будем набирать энергетику, набирать силу. Обычно используется, когда мы идем в горах. У нас очень часто бывают такие экспедиции, мы там ходим по горам, очень много спортсменов, кто-то выступает на свиньи на ранах, кто-то еще где-то. А ты уже несколько лет спортом не занимаешься, ты занимаешься только дыхательными практиками. Но ты за них несешь их нейрюкзаки, потом они устали, помогаешь еще что-то, еще что-то. А в горах высокогорье, адаптация кислорода, горняшка. Ты дышишь волка, дышишь сокола, ты адаптируешься, а люди не могут, хотя спортом занимаются. Дыхание – это то, что нам от природы и изнутри нас раскрывает. И есть дыхание долголетия, замедление дыхания, когда человек наоборот делает максимальный медленный вдох, максимальный медленный выдох. К примеру, 10 секунд вдох, 10 секунд выдох. 30 секунд вдох, 30 секунд выдох. Должен шаг минимум научиться дышать 30 секунд вдох, 30 секунд выдох. Начинается стадия очевачивания организма. Минута вдох, минута выдох, начинается стадия очищения психики. 3 минуты вдох, 3 минуты выдох, начинается стадия разделения грязного восприятия ума от чистого восприятия ума. То есть человек будет в присутствии. И так замедляя дыхание, мы увеличим свое долголетие, ощелачивание и силу в присутствии. Дыхание волосы? Да, все, все, наверное, дыхание волосы. Дыхание змеи. Так, что у нас еще по дыханию? В принципе, 4 дыхания. Волк, регенерация, быстрое дыхание. Сокол, короткий вдох, длинный вдох, выдох, очищение. Медведь, дыхание силы, короткий выдох, длинный вдох, наоборот. И змея, полос. Максимально медленный вдох, максимально медленный выдох. Мы начинаем увеличивать свой кураж и долголетие, и силу разума. И так, дыхательными практиками мы можем запустить свой процесс ощелачивания организма. Один из самых важных показателей для нашего организма, по большому счету, мы на сегодняшний день общались с разными медиками, с разными профессорами. На сегодняшний день 13 стран. И вышли на то, что, по большому счету, любые болезни, заболевания, это, по большому счету, определение какого-то закисленного участка в нашего теле. Больная печень – кислотность. Больные почки – кислотность. Сердце – сердечно-сосудистая кислотность. То есть, есть разные участки закисленности в теле, а мы разными определениями, медицинскими термиями называем это – болезнь такая-то, такая-то, такая-то и такая-то. И человек изнутри… А для нашего, вернее, организма есть только кислотно-щелочное равновесие. Баланс. Кислотная структура тела – организм начинает стареть, вернее, сначала болеть, стареть. А щелочим в свой организм, человек начинает избавляться от вирусов, бактерий. Это смотря какой-то ПХ еще определенный. Таким вот образом. И вот ПХ – кислотно-щелочное равновесие – самый важный показатель для нашего организма. И если человек употребляет пищу, копит себе три яда – слизь, кислоты и газы. Слизь, кислоты и газы копит, 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 благодаря неправильному перееданию, чрезмерно обработанной термально обработанной пищей. Эти три яда копятся, ПХ падает. И для поддержания этого ПХ наш организм начинает бросать все ресурсы, чтобы восстановить, сохранить здоровье. И первое, что он бросает – это сердце, оно отдает свой элемент калий. Отдает элемент калия, чтобы сохранить высокий ПХ. Но человек дальше идет на поводу своих вкусовых рецепторов, запасы калия иссякают, возникает сердечно-сосудистые заболевания. И второе оборону берет на себя нервная система. Она дает элемент под названием магний. Если дальше человек идет на поводу своих вкусовых рецепторов, закисляя свое тело, запасы магния кончаются, нервная система, допустим, симпатическая и парасимпатическая. Симпатическая она выделяет, допустим, запускает процесс выработки гормонов силы активности, парасимпатическая гормона выделяет, вырабатывает, запускает покой, радость, расслабление, релакс. И если у нас калия, магния уже не хватает, нервная система уже не выполняет активно свои задачи, человек становится раздражительным. Во-первых, может обидеться на своего родственника, либо близкого по пустяку. И во-вторых, когда у нас эмоция, либо раздражительность увеличивается, нервная система истощается, как говорится, все болезни от нервов. Также раскочегариваются вкусовые рецепторы. И человек попадает в замкнутый круг, закисляет тело благодаря вкусовым рецепторам. Тут накопила раздражительность, она проявляется, стравливается опять вкусовыми рецепторами. В человеке не хватает любви и счастья, захотелось сладкого, не хватает воли, захотелось острого. И так он попадает в замкнутый кутер кислотного тела и вкусовых рецепторов. И еще сильнее начинает закислять свое тело. И третью оборону после магния берет на себя наша костная структура, она дает элементы под названием кальций. Кальций, кости, это наше долголетие, наша активность половых клеток напрямую зависит от здоровья и качества нашего костного, спинного, головного мозга. И так человек неосознан для себя, сам себя истощает на микро-макро-ресурсе, элементы, закисляя свой организм. И тут очень важно именно заниматься дыхательными практиками. Питание способствует нашему закислению, дыхание способствует нашему ощелачиванию. И развитие человека складывается, чтобы доминирующие показатели были больше, чем опускающие его. Бывает такой момент, что он занимается практиками, дышит, делает три шага вперед, там, снил что-то тяжелое, там, шаг назад, три вперед, там, шаг назад. И так на два шага в плюсе, и так замечательно. А бывает и наоборот, что он ничем не занимается, и только шаги назад, шаги назад, шаги назад, и по большому счету он растрачивает свой ресурс потенциальный, а не восполняет. И очень важно заниматься дыханием. Итак, это что касается дыхания. И четвертая грань пирамиды нашей – это разум, это сознание, взаимосвязки. Наше внимание, кстати, если еще к дыханию вернуться, делали такой эксперимент в лаборатории крови в Оренбурге, как себя ведет кровь. И оказывается, что кровь закисляется быстрее не от питания, а от страха, от эмоций. Самый быстрый показатель закисления – это страх, стресс, эмоция, нежели питание. И что касается внимания, что касается сознания. Наше сознание может быть подвержено двумя ядам. Первый яд обычно называется возбуждение. Возбуждение ума, возбужденный внутренний диалог, когда человек не может сфокусироваться на своей рабочей задаче, на своей творчестве, либо на своей медитации, медитативной практике. Хотим заниматься, хотим сфокусироваться, но постоянно мысли нас перебивают, эмоции нас перебивают. Машина проехала, раздражаемся. Это называется возбуждение ума, любопсихи. Первый яд – у разума, у внимания. И второй яд – это вялость. Это наоборот, когда мы не сможем фокусироваться на своей задаче либо медитации, либо творчестве, либо спортивной каком-то направлении. Из-за не возбуждения, а за слабости внимание рассеивается. Сфокусировались, ясность подержалась, через секунд 30 минут клеем, засыпаем, либо лекция идет, обычно. 30-40 минут проходит, точно. 30-40 минут проходит, у человека внимание рассеивается. Ему нужно что-то отвлечься, сбалансировать полушария мозга, сократить нервную систему, для того, чтобы активно себя привести. То есть еще подвержены яд вялости. И вот два яда – возбуждение и вялость. Человек должен, прежде чем заняться чем-то глубоко, профессионально, избавиться от двух этих ядов. Первый яд возбуждения лечится, лекарство против него – это гармонизация полушария мозга, левое и правое полушария мозга. Мозг – это корни центральной нервной системы, пальцы рук – пальцы ног, продолжение центральной нервной системы. Рука правой части тела отвечает за левое полушарие, правое полушарие – за левое части тела. Там он еще меняется, определенный. И вот, допустим, можно сейчас быстренько, большинство из вас уже, кто у нас занимался, знает это упражнение. Для балансировки полушария мозга также усиливает память, интеллект и концентрацию. Допустим, давайте, у кого руки свободны, левая рука возьмется за кончик носа. Так, дружненько. Правая рука – зеркально за мочкой уха. За мочкой уха. Руки крест-накрест. И задача – быстро поменять местами. Быстро увеличивая скорость. Увеличивая скорость, так мы запускаем процесс координации. Если у кого-то хорошо получается, добавляют повороты головы. Очень простые упражнения, очень простые упражнения, но очень эффективные. Если вы научите ребенка этому упражнению, по 2 минуты в день, через 2 недели вы начнете замечать, как показатели в школе начнут возрастать. Аналогичными упражнениями мы занимались в нашей олимпийской сборной по художественной гимнастике с Ириной Винер, когда необходимо было немножко прокачать спортсменов. Итак, мозг. У разума, у внимания 2 яда. Первое – это возбуждение. Это признак дисбалансировки полушария мозга. Чем больше дисбаланс полушария мозга, тем возбуждены умы психика. Мы раздражительны, например, мы реакция на внешний раздражитель. Если человек балансирует полушария мозга, он становится устойчивым здесь. Второе – второй яд, яд здесь вялости, когда внимание рассеивается. Это признак нехватки энергетики. Слабый энергетик. Здесь человеку необходимо восстановить свой энергетический потенциал. Самое простое – это подышать 5-10 минут дыхания медведя. Это мы делаем короткий выдох, короткий длинный вдох, допустим, 7 секунд вдох, секунда выдох. 7 секунд вдох, секунда выдох, человек 5-10 минут дышит, начинает заряжаться, внимание начинает собираться. Либо человек закрывает левую ноздрю, дышит через правую. Допустим, смотрит телевизор, читает книгу, там, на пейзаж, там, на природу, в горах сидит, просто облокотился, закрыли. Правая ноздря только открыта, она отвечает за активность, солнечный меридиан, заянский. И мы начинаем заряжаться, входить в бодрость, в активность. Если будем дышать через левую, это очищение, мы будем очищаться от эмоций. А если через правую, будем заряжаться, будет увеличиваться воля и энергетика. И вот таким самым простым способом мы можем избавиться от яда вялости внимания. И вот когда человек избавляется от возбуждения, сбалансировали полушария мозга, от вялости, подзарядились немножко, наше внимание становится ясным. Ясность – это качество внимания, присутствие. Когда мы находимся будто на лезвии бритого настоящего момента, и наше внимание не падает ни в возбуждение, ни в прострацию. А внутренний диалог становится подобно снегу, падающий на горячий камень, сам саморастворяется. И вот такое сильное внимание, ясное внимание, не подверженное ни вялости, ни возбуждению, человек уже может направлять активно в спорт, в творчество, в работу, либо в медитацию. Его уже ничто не отвлекает, его сильное внимание не плавает на поверхности разума, укореняется вглубь. То есть, бывает такой момент, человек сидит полчаса в медитации, но все полчаса о чем-то думает, размышляет, переваривает, думая о прошлом, о будущем, а другой пять минут просидел, и все пять минут был в сборке, и ни на секунду не отвлекся. И результат пятиминутной данной практики будет гораздо выше, чем тот полчаса просидел, напрасно потратил время. То есть, мы сначала, сначала человек должен собрать внимание, то есть, туда уже называют, собрать дух. Наш дух, как в месяцах, рассеется в тысячи направлениях, эмоции, реакции, желаний. И мы его собрали, задали качество ясности, избавились от вялости, возбуждения. И уже эталонно, качественно направляем, допустим, в медитацию. Итак, вот четыре грани совершенства, вода, еда, дыхание и сознание. Если все учитываем и развиваемся, то активно самосовершенствуемся. Вот, по большому счету, будет у нас сегодня такая вводная. И дальше уже, какие у вас вопросы интересные, давайте по всеми пообщаемся. Дмитрий, а вот что ты скажешь о вспомогательных веществах, как вот грибы, мухоморы? То есть расширители сознания. Сам употреблял и твое отношение к ним? Первый вопрос. Есть у шаманов такое определение. Тот, кто находится на внешней алхимии, со временем становится жалким. То есть, если человек...